праздник в начале дня вот такой красотой танюшка вчера так долго мы над ней заснули короче но она удалась настолько красавицей медовая корочка мед тут присутствует то с яблочками витя каже ложимся мы спать он каже боже в этом аромате засыпаем сейчас бы ляшечку на природе все это будет красиво разложена по кусочку и поспевает минуточка это обязательно уходит на природе просто в первую очередь она еще только просаливается здесь у нас мед соль черный перец чеснок и укроп бутерброды с рыбкой которую я привезла называется она зерина она похожа на масляну вот такая на действительно маслянистая косточек нет хребет я удалила ананасики и это нас угощают здесь у нас и черешневая наливочка и виши виноградное вино да виноградки извиняюсь вино виноградное вино черешневое это я привезла будем пробовать не знаю что это такое посмотрим короче вот так ребятки праздник начинается на месте значит так маленький такой сначала поясню где мы есть где мы находимся а потом конечно же покажу в общем то мы приехали на водохранилище значит ингул проходит дальше туда на николаев здесь водохранилище при этом водохранилище стоит церковь огромная красивая 12 куполов сейчас все увидите и под около нее значит действующий монастырь пелагеевский монастырь село софиевка это значит здесь был ну предок здешних мест я не знаю кто он был барин или крепостных держал не знаю даже но короче кто-то был и у него была дочь софия пелагея еще какая-то треки мне тоже не название имя не сказали вот значит и он создал эту церковь и монастырь монастырь повторяю действующий но туда надо ехать машина если будет возможность конечно меня подвезут я поснимаю там вот ну а пока так вот сейчас я перее переверну камеру покажу вам все красоты тенек красота вода стоит сверкает на солнышке ну короче краевиды дужи дужи такие яскраве такие ванны запомнится и я я так думаю что надолго потому что бук у нас ее южный бук река спас по сама по себе очень красивая достопримечательностей там очень много и скальные породы и памятники ну а здесь вот природа такая знаете как дикая село стоит софиевка вот эта церковь безупречно красивая ну короче цена до бачи и так я вам сейчас все покажу я вся толпа там чуть-чуть осталось левее я ушла чуть-чуть сторону даже качелька для детей есть немного отошла в сторону чтобы показать здесь значит маленькая беседка но это не наше место где мы будем сидеть где мы будем отдыхать здесь вот такой вот причалчик лодочка стоит вон она та церковь о которой я вам говорила но я сейчас я с другого ракурса сниму такие вот красоты вода уходит очень-очень туда далеко водохранилище кстати вода ребята тут часто отдыхают и вода говорят очень сильно ушла сейчас лучше на мосточек поднимусь мосточка будет лучше красота видна потому что там же на мостике уже все внучки все малявочки все разговаривают пищат и общаются и не хотелось думаю чтобы звук лишний не мешал вам я иду по мостику главное не убыться мостик такой себе добротненький здесь на на лодочкой на ту сторону прибылывают на той стороне тоже такие места красивые солнце засвечивает я не бачу як вы бачите вон она церковь отдыхающих очень много ехали и туда и обратно короче сами понимаете во первых воскресенье во вторых день строителя здесь бригада строителей собралась и мы будем сейчас готовить шурпу шашлык тут элитные породы баранов заранее все закуплено на шурпу а шашлык конечно же свиной ну и так далее и и все остальное так теперь иду на то место где мы будем сидеть и отдыхать вот это девчонки сейчас будет улов на самую большую рыбу о как они ночь не спали давайте быстрее сейчас рыба сейчас самый лов бегом бегом закинула короче тут семья рыбаков и строителей хорошего клёва вот она церковь видите поближе я вам ее сейчас сделаю как смогу подтяну посмотрите какая красота ребят но вот ради этого стоит приехать посмотреть постоять и действующий монастырь но мы туда дай бог сможем так подъедем по времени смотря такие ребятки красотки облака на небо под подтягиваются значит будет тенек но мы будем сидеть в тенечке сейчас покажу наши апартаменты здесь просто бар а тут первая рыба я не успеваю вообще еще и шо пидожди пидожди красоту боже я как раз а грамм четыреста а нашел на что ты кукуруза боже от этого варта коля полдня вчера кукурузу варил я тебя поздравляю тебя легкая рука первая есть боже 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 я ж не бачу ничего я там устала есть где ты взял ведро вообще ну красонька иду я вообще душа за наше поколение рада олимпиада в будущем даже даже не сомневайтесь да вот умничка не холодно класс потом поколение растет золотые детки слушай рыбалка полный ходом рыбка ловится уже там пол садка рыбы а кроме рыбы дед 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 А какие сутки вчера вечером только замариновал? Вчера вечером. Вечером сегодня только сутки будут. И что я забрал? Я вчера только цибулю и перец кинул. Главное цибуля. Много лука. Соль, перец. Расскажи, как мариновал? Людям интересно. Это секретные ингредиенты, конечно. Типа надо платить бабки. Нет, я не такой. Просто расскажи, я всю жизнь. С вечера я вчера замариновал просто душистый перец. И цибулю с мясом. Сегодня утром в 6 часов я просто пустил туда розовых помидоров. Надавил где-то 4 штучки. Ну таких. По весу не буду казать. Это я забрал. Приехали мы уже на место. Где-то два часа назад я посыпал соль. Прелесть. Ты видел, сказал бомба. Бомба. Сок помидора. Сок помидора сделает свою. И главное, что ты не солил изначально. Мне это понравилось. Потому что соль забирает сочность. Соль вытягивает соль. Сочность и дружина. Пока я звонил Балакова, он немного пригодит. Да ничего, самое с мать еще. Да, да, да. Цеганы проехали чуть-чуть. Эксклюзивный рецепт от манголиста Новый Бук. Вот так. Шашлык делают по-разному, а у нас так. Так, сейчас я покажу, пойду улов рыбы. И что там наш садочек? Пополняется? Где ты мимо? Словила. Словила? Ты зловила? Да. Ну, я-мое, сейчас надо... Чуть не уплыл в садочек? Да. Макси, подай мне кукурузку. Ты сильно скручиваешь. Боже, а тут удачек не хватает. Вы что, народ? Вся рыба наша. Ты видела сколько? Да, видела. Вообще. Коля, подтяни его трошечки. Он далеко уже. Попускается, поняла? Брала. Подивися, что там есть на килограмм. А что он купил? Дед, выше поднимай, не видишь? Где в пакете? Дед, глядите, чтобы не уплыл, она уже была пустила. Сейчас, сейчас, сейчас. Коля поднимет, он его фиксирует? Да. Понравилось? Коля, трошки подтяни садок наверх, пожалуйста. Куда вы все пошли? Кукурузку. Не, ну есть, малеха, чего? На засолку до пива пиде. Куда я сюда приеду? Нет, подожди, у меня это кукуруза. Подожди. Подожди. Куда? Подожди кукурузу. На кукурузу? На кукурузу. Рыбаки, рыбаки, рыбачки. Мало, мало, меньше. Тема, аккуратно. Мы старались. Ну давай. Раз и удочка. Давай. Отойди. Ловись рыбка большая и маленькая. Отойди. Отошли. Давай я сюда поменяемся местами. Дима, давай поменяемся местами. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, чтобы не запуталась. Давай, закидывай, я снимаю. Я бачу поднем. Все, вот так жало и раз. Поднем. Я бачу от него крышно. Больше это только. Все, давай. Все, давай. Все, давай. Так, головы малым надо прикрыть. И вот эта сеночка есть, тебе надо, Миланочка, надо накрыть головку. Чуешь? Чтоб голова потом не болела. Ну что, мои хорошие, вы поняли, да, что нам хорошо. Мы не скучаем. Гитара звучит. Музыка звучит. Все песни, которые мы поем, будем петь вам дома. Потому что публика разговаривает. Люди общаются. Я не могу делать фонд песни делать с шумом. Правильно? Песня должна быть песней. Да, малыш? Этот строит. Вот дети строителей. Ведь знаешь, что надо строить. Что ты строишь? Бодя, что ты строишь? Да. Домик. Чебашню. Богданчик, что ты строишь? Стесно. Говорят, что вода сильно ушла. Была она вот здесь. А сейчас уже вот там. Вода похолодала, конечно, после 2 августа. Илья. Спасибо.